Много лет назад на Чёрной речке прогремел выстрел. Его эхо слышно и поныне. Непроходящей болью отзывается этот выстрел в сердцах миллионов людей. Жизнь человека, о котором мы будем сегодня говорить, трагически оборвалась 10 февраля 1837 года. Но свет его ума, тепло и задушевность его поэзии согревают наши души и сегодня. А человек этот Александр Сергеевич Пушкин, пророчески сказавший себе, «Нет, весь я не умру, душа в заветной лире мой прах переживет и тление избежит». 27 января, в половине пятого пополудни, Пушкин стрелялся на Чёрной речке с Дантесом. Никита Козлов, слуга, бесконечно преданный Пушкину, на руках внёс его в дом. «Грустно тебе нести меня», – произнёс тогда поэт. 29 января, 10 февраля по новому стилю, в 2 часа 45 минут, пополудни Пушкин умер. Друзья, не понимавшие его поведение перед дуэлью, не знавшие многих мучительных обстоятельств в его жизни, травли, слежки после гибели Пушкина, с необычайной ясностью осознали, кого в нём потеряли они, и Россия. Мы чтить тебя привыкли с детских лет, и дорог нам твой образ благородный. Ты рано смог, но в памяти народной ты не умрёшь, возлюбленный поэт. Могила поэта находится в Святогорском монастыре, недалеко от Михайловского. В честь великого поэта дважды в год, в день рождения и день его гибели, звонят колокола Святогорского храма. В жизнь каждого из нас Пушкин вошёл по-разному. Для кого-то он был недосягаемым божеством, кому-то пришёл сказками о царе Салтане, о мёртвой царевне и семи богатырях, кому-то стихами об осени, о зимнем утре, о любви и дружбе. Пушкин умер, защищая честь своей жены, своей семьи, своего... Осенью, милая пора, А чей очарование? Приятна мне твоя прощальная красава, Люблю я пышные природы увядания, В багрец и в золото одетые леса, В их сенях ветра шоу и свежее дыхание, И мглой волнистой упокрыты небеса, И редкий солнца луч, И первые морозы, И отдалённые седой зимы угрозы. Зимний вечер, Буря мглой и небо кроет, Вихри снежные крутя, То, как зверя назовоет, То заплачет, как дитя, То по кровле обветшала, Вдруг соломой зашумила, То, как путник запоздалый, К нам в окошко застычила. Наша ветхая лачушка И печальна, и темна, Что же ты, моя старушка, При уголку окна? Или буря заувань, Ты, мой друг, утомлена, Или дрянешь поджижание Своего велетина? Самые яркие воспоминания Связаны с Натальей Николаевной Гончаровой, Которая и была невольной виновницей дуэли. Они прожили вместе всего шесть лет. Перед смертью Пушкин просил Натали Носить траур два года. На второй раз она вышла замуж Только через семь лет.